На выставке в Историческом музее Москвы центральное место занимает большой макет города Дербента. Когда Владимир Путин вошел в зал, глава республики Рамазан Абдулатипов первым делом подвел его к этому макету. Здесь была возможность наглядно показать главе государства преобразование, произошедшее в древнем городе. На самом деле, в Библии город ожил. 45 тысяч человек, сейчас он празднует. В ходе осмотра экспозиции глава Дагестана рассказал президенту о реализации на территории региона о приоритетных проектах развития республики. Особое внимание, по его словам, уделяется такому проекту, как обеление экономики. Кроме того, Рамазан Абдулатипов проинформировал главу государства о том, что в Дагестане собран обширный фонд рукописных книг. Библиотека этих уникальных изданий будет располагаться в музейном комплексе «Дом Петра I» в Дербенте. Далее директор Дагестанского музея Салихат Гамзатова уже детально рассказал Владимиру Путину о стендах и выставках. Президенту продемонстрировали исторические клинки, которые переходили от одних завоевателей другим. В частности, на выставке представлена бухарская сабля 19 века, оказавшаяся в итоге у маршала Жукова, и страница Гюлистанского договора, по которому Дагестан входил в состав России. Когда Путин осмотрел выставку, к нему вышли представители дагестанской общественности. Они заявили о своем доверии руководству страны в позиции России в сирийском конфликте. Надо сказать, что опыт многовековой, опыт многоконфессионального Дагестана с Дербентом и сравнительно недавние события августа-сентября 1999 года в Дагестане свидетельствуют, что такого конфликта в России нет и не может быть никогда. Наша единственная цель в Сирии – обеспечить безопасность своей страны, спасти Ближний Восток от катастрофы и разрушительной войны, опасной для всего мира. Пользуясь случаем, председатель общественной палаты Дагестана подарил главе государства памятный подарок – книгу «Дагестан в фотографиях. Мгновение истории». Среди многих других снимков в ней представлена фотография Владимира Путина в кругу дагестанских ополченцев во время событий 1999-го. Президент России поблагодарил за подарок и заявил, что борьба с терроризмом для России – это цель номер один. Российский народ в целом, а Дагестан, тем более, спугать вообще никому никогда не удавалось. И это абсолютно покушение с негодными средствами, как юристы говорят, с перспективной занятий. Наша цель действительно и в Сирии, и где бы то ни было – борьба с терроризмом. Вот на этом направлении нашей деятельности мы готовы сотрудничать со всеми силами, которые борются с терроризмом, вне зависимости от конституциональной принадлежности. Благодаря усилиям Федерального центра совместно с руководством Дагестана вместе с поспедством Республики при президенте России удалось полностью реализовать программу празднования юбилейных мероприятий. Об этом заявил глава Дагестана, делясь впечатлениями с журналистами о выставке. Конечно, проблем было очень много. Город был в крайне запущенном состоянии. И фактически мы работали в условиях отсутствия администрации власти в городе Дербенте. И существующая власть не смогла подключить дербенцев к обустройству и восстановлению своего города. Но на последних этапах город подключился достаточно активно. Особенно люди после моего обращения, вот день праздника, каждый приглашал в себя во двор. Поэтому дербенцы показали себя очень радушными, значит, гостеприимными людьми. Мне пришлось вот просить Баглиева, который был одним из лучших министров правительства Республики Дагестан. Я хочу, мне было жалко его отправлять. Но значимость дербента настолько поднялась, что там должен быть человек очень масштабный, очень активный, очень жизнеспособный. И я рад, что дербенцы, депутаты единогласно избрали его. Но избрать единогласно мало. Дальше надо единогласно совместно работать на обустройство города, потому что по нашей просьбе президент продлил программу на два года. Дербент должен стать курортным городом, заявил глава Республики. За крепостью на территории порядка 500 гектаров будет построена парковая зона с дорожками для пеших и конных прогулок. И это еще малая часть преобразований, ожидаемых в городе с богатым историческим прошлым, который теперь устремлен в прекрасное будущее. Нажмудин Атлагишиев, Камила Гамзатова, Мурат Казимов. Время новостей. Дагестан.